Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Беспокоит чувство, когда хочу убежать из места, которое у меня неприятное тело как будто тянет меня выйти из помещения. Почему я не могу это контролировать? Иногда я хочу накричать или высказать это все, но понимаю, что будет потом и молчу. Неприятное чувство у меня возникает в области грудной клетки. Сложно дышать и кажется, что давит пространство. Почему я раньше такого не испытывала? Что можно с этим сделать? Ну, самое лучшее, что вы можете с этим сделать, вероятно, это пойти на психотерапию. Вот. Это самое лучшее, пожалуй, что вы можете с этим сделать, вот, и как бы это будет, ну, такой, наверное, самый лучший, вот, самый лучший способ, способ вам помочь. Вот. Это, пожалуй, если мы говорим как-то вот непосредственно о том, что мы можем с этим сделать, да? Вот. То, что вы описываете, ну, в первую очередь, пожалуй, выглядит как страх. То есть выглядит как страх высказывать, собственно, какие-то свои мысли, высказывать какие-то свои переживания, высказывать какие-то свои чувства, вот, быть может, свое недовольство высказывать, то есть, вот, это сейчас выглядит, пожалуй, именно, именно так. Вот. Конечно, всех нюансов, всех нюансов я не знаю, и думаю, что еще нужно разбираться, вот, что конкретно у вас происходит. Ну, на мой взгляд, сейчас все достаточно очевидно, вот, то есть, ну, на мой взгляд, вы сейчас, как раз-таки, вот, переживаете вот это самое состояние, когда, с одной стороны, у вас довольно большое количество обиды, вот, с одной стороны, у вас довольно большого количества чего-то не высказанного, да, ничего-то не выраженного, это с одной стороны. Ну, а с другой стороны, у вас есть вот как раз-как раз этот самый страх, страх, что вас не поймут, страх, страх, что вас отвергнут, страх, что, ну, грубо говоря, буду я, не знаю, какая-то не такая, какая-то не такая, например, вот, и тогда, то есть, это вот, в принципе, то, что, ну, то, что, то, что можно, вот, так скажем, зафиксировать прямо сейчас, прямо здесь, да, вот, то, что вы описываете, вот, ну, в контексте своего состояния, да, очень похоже на своего рода панический атак, то есть, вот, когда вы не высказываете, то, что, то, что, ну, то, что вам очень хочется, например, вот, когда вы не высказываете это, вот, это у вас, грубо говоря, копится, вот, и в итоге выражается, вот, в виде таких негативных, негативных достаточно реакций, то есть, в виде, вот, как раз тревожки и желания убежать, вот. Вот, здесь мог бы помочь такой анализ, вот, то есть, ну, анализ, в смысле, более, так, более, скажем так, превентивный, да, то есть, более конкретный, если мы говорим более конкретный, вот, тут могло бы это, в принципе, очень хорошо помочь, но, к сожалению, вы ничего об этом не говорите, то есть, как бы, вот, к сожалению, вы не описываете ситуацию, вот. Почему раньше вы этого не чувствовали, потому что эмоции человека имеют свойство накапливаться, вот. Они имеют свойство накапливаться, они имеют свойство копиться, и, соответственно, как бы, вот. What's about, копилось, 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 и в итоге, вот, как бы, дошло, вот, до такого состояния. Человек, ну, раньше, в принципе, человек раньше мог ничего не чувствовать, да, человек мог раньше ничего не чувствовать, да, вот, а, соответственно, ну, начиная, вот, начиная с какого-то момента, вот, человек, в принципе, очень даже хорошо что-то чувствовать, очень даже хорошо что-то ощущать, вот, ну, потому что, это, копить в себе и сдерживать можно до определенного предела, вот. В целом, мне кажется, что, что есть у вас, вот, такой, знаете, страх быть, быть плохой. Вот, вот, мне показалось, по крайней мере, что, ну, что ваша история, она про это, про то, что, вот, очень я, как-то, боюсь, ну, боюсь быть плохой, боюсь, там, не знаю, кого-то обидеть, вот, или вы боитесь конфликтов, ну, вот, такая история тоже вполне, вполне может быть, вот. Страх конфликтов, это, прямо-таки, вот, одна из самых частых причин, встречающихся у людей, которые, вот, которые, ну, скажем так, испытывают, вот, такую проблему, скажем так. Вот, ага, и, и, значит, обид, у вас есть обид, довольно большое количество обид, на мой взгляд. Вот, сейчас, вот, ощущения в груди, да, вот, то, что вы описываете. Это, как раз, очень, ну, очень сильно, говорит нам об обидах, вообще, вот, то, что, как бы, у вас это прям, горит-горит, болит-болит, вот, а вы этого не высказываете, вот, по ряду причин, может быть, опять же, ввиду, как бы, того факта, например, что вам кажется это бессмысленно, вот, то есть, ну, вы привыкли, может быть, к тому, что это бессмысленно. Вот, а может быть, еще есть для этого какие-то основания, тут, вот, сказать это однозначно довольно сложно. Вот, конечно, если, если, вот, с этим ничего не делать, то ситуация может быть, ну, достаточно тяжелой по итогу, вот, при итогу это может привести к разного рода осложнению, вот, при итогу это может привести к разного рода, ну, негативным, так скажем, последствиям, да, вот. Поэтому имеет смысл вам озабудиться своим психологическим порогам, вот, и начать своих вопросов, да, вот, что это значит, да, что это значит, ну, что это значит, начать говорить о том, что вас беспокоит, начинать говорить об этом, вот, нужно говорить, начинать озвучивать, вот, то, что вас беспокоит, начинать, начинать об этом, как-то заявлять, вот, и знакомиться, собственно, с таким состоянием, да, когда, в общем, все, ну, ничего особо страшного, как бы, не случится. Вот, если, если вы об этом, ну, если вы об этом скажете, вот, то есть, если вы будете об этом говорить, да, то, как бы, ничего страшного, как бы, ничего страшного не произойдет. Вот, а сейчас вам кажется, что, когда-то, вот, очень, очень страшного, вот, возможно, конечно, возможно, и, конечно, и другие варианты, вот, развития, в ситуации, когда, например, человеку, человеку хочется, чтобы, вот, как-то, вот, все, ну, все поняли, вот, ну, грубо говоря, что, да, чтобы все поняли, чтобы все слышали, вот, что, а, а, человек, как-то, как-то, как бы, сам, сам, делать, для этого ничего не будет, вот, вот, эта позиция, по понятным причинам ведется, ведется никуда, никуда, потому что, люди не догадываются, не догадываются, как правило, о том, что происходит, с кем признаться, вот, то есть как бы люди, они вот в этом плане, ну, достаточно медленно думают, и ждать и надеяться на то, что вот, как-то вас поймут, как-то вас примут и так далее, ну, можно, но это довольно, довольно долго, во-первых, происходит, может довольно долго происходить повременно, вот, а во-вторых, вас могут в целом понять, ну, не так, как вы хотите, вот, поэтому я бы сказал, что в какой-то степени можно выстыргить о вашей недрелости, вот, ну, психологические недрелости я имею ввиду, вот, и, собственно говоря, помочь вам с этим, на улице нашей, скажем так, основной задачи, вот, ну, то есть наша основная задача получается в том, чтобы вам помочь в этом смысле, вот, ну, понятно, что там есть свои нюансы, вот, это совершенно понятно, но я надеюсь, что вы найдете в себе силы для того, чтобы заняться этим, для того, чтобы разрешить бесплатно этот вопрос, вот, потому что вопрос, ну, достаточно серьезный, так скажем, вот, и без постараемых подпомощей, ну, вам, вам уже, в принципе, в принципе, наверное, не аллитис, вот, если бы вы могли, да, Вы бы, ну, решили бы этот вопрос, сами, сами, вот, сейчас вас просто вот так, скажем, припем так, как-то так, ваше состояние, вот, и, вот, одеваться дальше вам некуда, вот, дальше только психоматика, вот, ну, может быть, то есть, что такое психоматика, да, психоматика это, как-то психологическая проблема начинает стоять на, на тело, вот, на, ну, сверку, вот, и в общем и целом, да, если, вот, вы этого не хотите, не хотите, то, ну, желательно, очень желательно, чтобы вы, вот, разрешили себе позаботиться особенно, в первую очередь, вот, потому что, если вы не, ну, если вы от себя не позаботитесь, то, кто, как бы, кто о вас позаботится, ну, на самом деле, больше некому, вот, как бы грустно, это не звучало, допустим, сейчас, вот, поэтому я вам сочувствую ситуацию, в которой вы оказались, честно скажу, сочувствую вашей ситуации, вот, и работать, конечно, придется с паническими атаками, если это, ну, довольно сильно влияет на, на качество вашей жизни, да, на уровень вашей жизни, ну, вот, если это сильно влияет на уровень вашей жизни, то я бы рекомендовал, в принципе, им, к врачу психотерапевту, психиатру, клиническому психологу, ну, понятно, что, ну, понятно, что начать можно и с обычного невролога, да, то есть, ну, обычный невролог, может, может, для начала нам помочь с этим состоянием, справиться, ну, как справиться, то есть, немножко убрать, немножко убрать, убрать, скажем так, его негативное воздействие, на вас, вот, справиться, конечно, нет, потому что состояние, как раз, это нужно, вам, вам это состояние нужно сейчас, вот, чтобы замечать проблему, которые у вас есть, вот, чтобы чувствовать ее, чтобы не забыть на нее, вот, чтобы, ну, она таким образом напоминает особо, вот, то есть, если вы хотите избавиться от своего состояния, вот, что эта идея, конечно, не самая лучшая, вот, потому что на проблему тогда вы тоже, скорее всего, забьете, вот, ну, ничего хорошего из этого не будет, как вы понимаете. поэтому, что делать решать вам, ну, в этом смысле, что делать решать вам, свое мнение, в данном случае, я высказал, выразил, вот, думаю, что вам сейчас, сейчас нужно подумать, Скорее всего пришло время как-то вот свою жизнь переосмыслить. Да, пришло время переосмыслить свою жизнь, вот пришло время начинать что-то меняться. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи!